Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала. Одесса, 9 декабря. Идет полная неразбериха с дронами Камикадзе. Сперва была информация о том, что они закончились. В Российской Федерации Иран новые дроны не поставляет. После чего появилась информация о том, что Россия перестала запускать иранские дроны из-за холодов, а не из-за их дефицита. Об этом заявил помощник командующего объединенных сил ВСУ Евгений Силкин. Он отметил, что иранские дроны сделаны из пластика и тех материалов, которые не выдерживают морозов. В свою очередь, Гуменюк рассказала, что Российская Федерация придерживала иранские дроны для нанесения закрепляющих ударов по украинской инфраструктуре. Она подчеркнула, когда враг не атакует оружием, не стоит думать, что оно закончилось. Мы предупреждали, что враг пытается изучить и измотать нашу систему противовоздушной обороны, которая не позволяет им полноценно по расчетам провести свой террор. И значит, по последней информации, которую сообщает Американский институт изучения войны, россияне, вероятно, модифицировали иранские беспилотники для работы в холодных погодных условиях. Войска Российской Федерации применили беспилотники иранского производства для ударов по украинским городам впервые за три недели. Вероятно, потому что модифицировали беспилотники для более холодной погоды. Напомню, на днях, я уже сообщал об этом на своем канале, была атака дронами Камикадзе по Запорожью и по Днепру. 14, если не ошибаюсь, беспилотников были сбиты, но также некоторые источники сообщали о том, что есть прилет. Вот такая, друзья, обстановка. Так что атаки дронами Камикадзе продолжатся. Вот, не боятся они морозов. И, судя по всему, есть они у Российской Федерации. Ну, я хочу, скажем так, всех успокоить и себя в том числе, что наши военные научились их оперативно сбивать. Вот, поэтому будем надеяться, что данный вид оружия Российской Федерации ничем не поможет. До встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok